Как не выходить из состояния потока, если очень давит чувство одиночества? Ну вот, вы знаете, ничего не понятно из этого вопроса. Состояние потока, чувство одиночества. Чувство одиночества – это чувство того, что вы не являетесь для себя полноценной, вы себя разрезали, да, потому что, в принципе, человек, здоровый человек, вот здесь здоровый человек, которыми мы мало кто является, вот, это человек самодостаточный, человек, которому интересно самим собой. Вот ему интересно с самим собой, с тем, что он делает, с его собственным развитием. Он сфокусирован на себе, и за счет того, что ему интересно с собой, у него такая энергия, что всем другим людям тоже он интересен, вот правда? Вот заметьте, я говорю сейчас звонким, веселым, достаточно энергичным голосом, и вам интересно. А если бы я проводила вот так вот сейчас, я бы тут сидела, что-то, здравствуйте, да, у меня вот едут, вот у меня, значит, хотите, я бы сегодня поотвечаю на какие-то вопросы, интересно, да, было бы за мной наблюдать? Ну просто, блин, устаться, как интересно. Нет, вот то же самое и вы сами себе, когда вы для себя энергичны, когда вы для себя знаете, что вы делаете, у вас есть цель, вы хотите ее достичь, тогда вы находитесь в состоянии потока, а когда вы нудное создание и говорите о том, что я такой одинокий, меня никто не любит, меня никто не поддерживает, как же мне в этом мире одному справиться, что же мне делать? и все меня бросили, ну, блин, ну что, ну, идите, прыгните с моста, мотивируйте, дайте энергию, конечно, вот, идите такая, да. Очень благодарю за вашу книгу, видеоэффер, спасибо большое, я рада, что это кто-то смотрит, пишет, читает, не знаю что. У меня в планах все, есть книга, вот, какая-то очередная, гениальная, но, видимо, настолько гениальная, что я ее все время, значит, откладываю, говорю, не время, Оля, не время, вот, будет время, ты поймешь. И все время она у меня смещается, вот, хотя, может быть, когда-нибудь...